Это был длинный вечер. Сначала Джонни привел Сергея, и они с Викой две минуты дулись, а потом рассмеялись. После этого все пошли к Стасику и Борьке. Братья Дорины приостановили монтаж транзисторного охотничьего кота «Меркурий-2» и электролобзиком выпиливали для Джонни большой фанерный ключ. Фанеру они покрыли быстросохнущей бронзовой краской. Потом Вика заставила Сергея читать стихи про то, как он в шестом классе отвечал со шпаргалкой урок по диаметре и пытался найти у треугольника радиус. Все долго хохотали. Во время этого хохота за Джонни пришла мама, потому что было уже почти 11 часов. Мама очень удивилась, увидев ненаглядного сына в костюме Буратино. Впрочем, костюм ей понравился. Она только забеспокоилась, не перемажет ли крашеный Джонни постель. Но Вика сказала, что сухая акварель мажется не сильно, а Джонни добавил, что будет спать в пижаме. Мама не считала, что перепачканная пижама лучше перепачканных простыней, но спорить не стала. Джонни долго не спал. Он лежал и улыбался в темноте. Вспоминал Серёдины стихи. Мы с тобой играли в детстве. На дворе заросшем. Джонни тоже будет играть с Катей на заросших дворах и улицах, когда придёт лето. Он возьмёт Катю в плавание на крейсере, построенном из лодки. Потом они пойдут в лес и, может быть, заблудятся там, как Том Сойер с Бетти Тэтчер заблудились в пещере. Жаль, что поблизости нет пещер. Но зато под крепостным холмом есть, говорят, подземный ход. Его можно отыскать и разведать. Если повезёт, Джонни отыщет старинную кольчугу и подарит Кате. Джонни беспокойно шевельнулся. Честно говоря, ему стало немного жаль отдавать кольчугу. Но, в конце концов, можно найти не одну, а две. Всё будет хорошо. Завтра он обязательно познакомится с Катей. Сперва просто окажется рядом. Потом они разговарятся. Затем, может быть, Джонни позовёт её к себе, покажет муштетёрское вооружение и коллекцию автомобильчиков. От того, что это будет уже завтра, у Джонни тревожно и обрадованно затюкало сердце. Чтобы его успокоить, Джонни повернулся на правый бок и закрыл глаза. Он задремал, и ему показалось, что они с Катей плывут по реке. Только не в лодке, а в больших деревянных башмаках. Он в одном, а Катя в другом. Течение крутит башмати, а они иногда стукаются друг от друга. Джонни весело, а Катя немного боится, потому что башмати неуправляемый, без весел и без руля. — Ничего, — кричит Джонни, — нас сейчас вынесет на мель. И правда, их корабли заскребли днищами о песок и остановились. Джонни хотел взять Катю за руку и вынести на берег. Но там из кустов вылез отвратительный Шпуня. Он стал плясать и кривляться, будто колдун из дикарского племени, и что-то кричать. Джонни не разобрал слов. Но понятно было, что Шпуня кричит обидные вещи. — Дай ему, — сказала Катя. — Что ты сидишь? — Сейчас, — заторопился Джонни и приготовился прыгнуть в воду. — Прыгай, прыгай, — заорал Шпуня. — Не бойся, не потонешь, ты же деревяшка. Джонни не боялся потонуть. Было совсем мелко. Он даже видел сквозь прозрачные струйки, как искрятся песчинки на дне. Но он вдруг сообразил. Вода смоет с ног краску, и тогда фея с голубыми волосами увидит, что Джонни вовсе не буратино, а притворяльщик. — Что же ты не идешь? — кричала Катя и сердито вскритивала, встряхивала голубыми локонами. — Где твоя шпага? — Дома, — растерянно сказал Джонни. Шпуня безобразно захохотал. Тогда Джонни прыгнул. Но в этот же миг Катина лодка снялась смелее и стала быстро уплывать. А Катя непонятно смотрела на него синими своими глазами и ничего не говорила. Что делать? Если плыть за Катей, она подумает, что он испугался Шпуню. Если идти лупить Шпуню, течение унесет Катю. Джонни заметался, и тут песок начал быстро засасывать его. Вот вода уже по плечи, вот дошла до рта. Джонни стал захлебываться и проснулся. — Тьфу ты! — сказал он, стал смотреть за окно, где среди топориных веток застряла неполная луна, похожая на бледное оторванное ухо. Эта луна напомнила Джонни и его собственные уши, которые после стрижки сделались какими-то слишком большими и торчащими. Ладно, под деревянными кудрями не видно. Постарался успокоить себя Джонни и снова закрыл глаза. Но спать не давал беспокойный червячок. Точил и точил. В чем же дело? Ведь все придумано здорово. Костюм замечательный. Джонни поворочился, выбрался из постели, выскользнул в коридор и включил свет. Здесь он осторожно натянул с себя Буратини наряд и, стараясь не стучать башмаками, встал перед зеркалом. Все было в порядке. Все было замечательно. Самый настоящий Буратино смотрел на Джонни из зеркала. Но в том-то и дело, это был просто Буратино. Обаятельный, веселый, смешной и ничуть не героический. Конечно, он находчивый, смелый, но все-таки он деревянная кукла и немножко клоун. Может быть, для кого-то такой характер и в самый раз. Но Джонни на рыцарская душа этого не принимала. Пока Джонни мастерил костюм, суетился, он не чувствовал сомнения, а теперь понял, понял, что он изменщик. Отдал шпагу за пеструю рубашку. Джонни сел на половик, уперся подбородком в раскрашенные коленки и горестно задумался. Он хотел обмануть судьбу, а стригся, будто бы из-за обиды, а на самом деле ради нового наряда. И судьба наказала его за хитрость. Еще неизвестно, как завтра все сложится. Может быть, не только Джонни появится в костюме Буратино. Вдруг будут соперники. Если соперники появятся у муштетера, спор можно решить поединком на шпагах. А если сойдется полдюжины Буратино, что им, нас сами драться? Кроме того, на карнавале обязательно будет шпуня с приятелями. Разве он упустит случай обхихикать Джонни? Джоннин колпак с деревянными завитками, клетчатую заплату на штанах и ноги, размалеванные не то под орех, не то под карельскую березу. Уж сам-то шпуня не станет наряжаться куклой. Наверняка будет пиратом или индейцем. Джонни встал, еще раз глянул на себя в зеркало. На подбородке отпечатался нарисованный сучок. Джонни решительно взялся за бумажный нос, оторвал и смял его. Потом он пошел в ванную и открыл краны. Сидя на краю ванны и бултыхая ногами в теплой воде, Джонни расплел веренную капроновую мочалку и стал пришивать к муштетежкой шляпе искусственные кудри. Шпуня нарядился не пиратом и не индейцем. У него был костюм ковбоя. Загнутая с боков шляпа, короткая куртка и очень устие брюти с широченными раструбами, с кожаными заплатками на заду и на коленях. На шею шпуни красовался яркий платок. Бедра опоясывал патронтаж с настоящими револьверными дильцами. К патронтажу была прицеплена кабура, из которой торчала изогнутая рукоятка с выжженными узорами. Красивый костюм и героический. Только цвет выбрал шпуля не тот. Куртка и штаны были сшиты из темно-розового материала. Тощий шпуня стал похож на свежевымытого дождевого червяка. Так, по крайней мере, сразу решил Джонни. В фойе дома пионеров шумели и толкались красные шапочки, оловянные солдати, золушки, чиполина, доктора Айболица, звериной свитой, белоснежки и гномы. Над этой толпой сумрачно возвышались два Дон Тихота и заведующая детской библиотекой Эмма Глебовна. Тоже похожая на Дон Тихота, только в юбке. А Кати не было. К Джонни подскочили три верных друга-адъютанта. Маленький Юрик Молчанов в голубой одежке гномика, Дима Васильков в костюме не знаете, и толстый Мишка Панин, без всякого маскарада, зато с большим кульком и рисок. Юрик сквозь ватную бороду прошептал Джонни на ухо, что у шпуни есть какой-то кошмарный план. Юрик видел, как он поглядывал на Джонни и шептался с приятелями. — Вот он идет! — встревоженно сообщил Мишка Панин и перестал жевать и риску. Джонни дерзко усмехнулся. Шпуня подошел к ковбойской походкой, слегка вихляя бедрами и кобурой. Сопровождали шпуню три индейских вождя в штанах с бахромой и раскрашенными перьями на головах. — Привет! — сказал шпуня. — Привет! — сказал Джонни. — Значит, в мушкетеры записался! — задумчиво произнес шпуня. — Я хотел в ковбой, до розовых штанов нигде не нашел! — сообщил Джонни. — Ну ничего! — утешил шпуня. — Тебе эта шляпа очень идет. У моей бабушки такая же. — А свои штаны ты тоже у нее попросил? — поинтересовался Джонни. Шпуня задумался. Индейские вожди угрожающе засопели. А Дима Незнайка вдруг протянул руку к шпуняному кольту и вежливо спросил. — Можно посмотреть? — Пожалуйста! — по джентльменсти откликнулся шпуня. — Револьвер был сделан здорово. Даже барабан крутился. Джонни вздохнул про себя и сказал. — Жаль, что не стреляет. Деревяшка. — Твоя шпага тоже вроде не из булата, — заметил шпуня. — Но все-таки, если надо, то врезать ей можно как следует. — Врезать и кольтом можно, — разъяснил шпуня рукояткой. Он сунул оружие в чехол. Мило улыбнулся, полез за пазуху и вытащил серого пушистого хомячика. — Смотри, Джонни, какой симпатичный! Хочешь подержать? У Джонни едва не стали дыбом капроновые кудри. А на позвоночнике выступили холодные крупные капли. По одной на каждом позвонке. Но он тоже улыбнулся и бестрепетно протянул ладонь. Зверь шевелил усами и зловеще царапал ладошку коготками. Джонни провел мизинцем по серой спинке. — Ну что ж, пуня, вместо лошади у тебя тощий какой-то. Не кормишь? Джонни увидел фею с голубыми волосами. Или мальвину. Ну, в общем, Катю. И сразу подумал, что она похожа на маленькое белое облако с клочком голубого неба. Он заулыбался. Отвернулся, опять посмотрела она. Прошла совсем рядом и тоже на него посмотрела. Уши у Джонни стали горячими. Он согнулся и стал сердито поправлять от ворот у сапога. Но тут же испугался, что потеряет Катю из виду, и пошел за ней, забыв про адъютанта. Праздник был интересный. Сначала выступал настоящий писатель. Он специально приехал из Москвы. Он всех поздравил. А потом читал рассказ про то, как отправился в кругосетное путешествие, когда был маленьким. Все смеялись, потому что рассказ был веселый. И Джонни смеялся. Но он не забывал посматривать на Катю. И она, кажется, тоже на него посматривала. Один раз они встретились взглядами. У Джонни опять загорелись и уши. И он стал стучать об пол каблуком со шпурой. Так сильно, что Эмма Глебовна укоризненно посмотрела на него. Потом затемнели окна, чтобы показать мультфильм про Винни-Пуха. Джонни эту тенокартину очень любил. Но сейчас огорчился. В темноте Катю не разглядишь. После тенок был перерыв. Но такой короткий, что Джонни не успел решиться подойти поближе к Кате. После перерыва все сели широтим полукругом, несколько рядов. И Эмма Глебовна стала по одному вызывать на середину комнаты ребят в костюмах, чтобы все угадывали, из какой они книжки. И зрители хором вопили. Робин Гуд! Дюймовочка! Гаврош! Мальчишки-бальчиш! Робинзон! Иногда шум поднимался такой, что Эмма Глебовна выбегала на середину и принималась колотить ладонями над головой, чтобы все немного утихли. Она делала всякие интересные объявления. Одно объявление было вот о чем. Сегодня только предварительный смотр карнавальных костюмов, а завтра в зрительном зале будет парад книжных героев. Каждый герой должен придумать какую-нибудь сценку. Один или с товарищами. Или прочитать стихи, или спеть что-нибудь. И тогда жюри распределит призы. Джонни задумался было, что же такое ему показать на сцене. Но опять стали вызывать книжных героев. И он решил, что придумает потом. Он ждал, когда вызовут Катю. Все, конечно, начнут голосить, что это Мальвина из Золотого Ключика. И тогда, чуть утихнут, Джонни крикнуть. А еще фея из Пиноккио. И тогда Катя еще больше обратит на него внимание. А после праздника Джонни пройдет и небрежно скажет. «Послушай, мы тут с одним поспорили, ты фея или Мальвина?» Главное начать разговор. Но Джонни не дождался, когда вызовут Катю. Эмма Глебовна воскликнула. «Тихо, ребята! Сейчас мы пригласим на середину этого молодого, храброго муштетера!» Джонни встал и приосанился. Положил левую руку на эфес-шпаде. Звякая шпорами, сделал два шага. Разве мог он подозревать, на какое вероломство способны его вроди? Когда он делал третий шаг, словно легким ветром сдуло с его головы шляпу. Это было так неожиданно, что Джонни приоткрыл рот и взялся за остриженную макушку. Секунду или две стояла тишина. И, оказавшись среди этой тишины, Джонни отчетливо понял, какой он сейчас нелепый. С круглой головой, торчащими ушами и глупым лицом. Он бросился к шляпе и схватил. К ее полям была приклеена жевательная резинка капроновой лески. Она тянулась за стулья, к задним рядам, где сидел шпуня и вожди индейцев. Сидели они прямо, руки сложены на груди. Нарочно. Шпуня нахально посмотрел на Джонни и громко сказал. — Лысый мушкетер! Джонни отчаянно нахлобучил шляпу до самых ушей. Но было, конечно, поздно. Грохнул такой смех, что в голове зазвенело. И сквозь этот смех были слышны индейские вопли. — Лысый мушкетер! С него скальп содрали! — Смеялись все, кроме Джонниных друзей. И Катя смеялась. Эма Глебовна металась, как Дон Тихот, потерявший коня, и призывала успокоиться. И отгадать, из какой книжки пришел этот дирой. Несколько слабых голосов крикнули, что из трех мушкетеров. Но смех не утихал. Все было кончено. Джонни пошел к двери. Комната была большая, и шел он долго. И, видимо, кто-то по-особенному... И, видимо, как-то по-особенному шел. Потому что смеяться стали тише. А когда Джонни был у двери, замолчали совсем. Джонни обернулся и посмотрел на ребят. Это был взгляд человека, у которого все в жизни потеряно. Таким взглядом Джонни обвел ряды. И только сейчас заметил, что около Кати устроился какой-то буратино. Джонни узнал того мальчишку, что был с Катей на фотографии. И машинально подумал, что он вовсе не дошкольник и не первоклассник. А такого же возраста, как они с Катей. Только рост там небольшой. Но теперь это не имело никакого значения. Ребята уже не улыбались. Только Шпуня нагло ухмылялся, глядя на Джонни. «Червяк!» — отчетливо сказал ему Джонни. «Тощий, розовый, червяк!» «Червяк!» — подхватил Джоннин друг Дима Васильков. И опять раздался смех. Но это был жиденький смех. Джонни шагнул в коридор. Джонни плакал очень редко. Еще в детском саду он приучил себя улыбаться, когда скребет в горле и щиплет в глазах. Но сейчас было, конечно, не до улыбки. Правда, и в этот горький час не блеснула бы у Джонни даже маленькая слезинка, если бы не встретилась Вика. Но Вика встретилась. Она шла из поликлиники и увидела Джонни. Она посмотрела ему в лицо и сразу сказала. «Джонни, что случилось?» Она с такой тревогой и заботой это сказала, что Джонни не выдержал. Не думайте, что он заревел во весь голос или хотя бы начал громко хлюпать носом. Но ресницы у него сделались мокрые и стали слепаться. Джонни отвернул лицо и дернул плечом. Этого было достаточно, чтобы Вика перепугалась. Такого расстроенного Джонни она еще не видела. «Ну-ка, пошли ко мне!» Джонни еще раз сердито дернул плечом, но пошел. «Не все ли равно, куда идти?» Вика стащила с него пальто, усадила на диван и велела. «Ну-ка, рассказывай!» Джонни мазнул руками по глазам, поцарапал спинку дивана и хрипко сказал. «Да ну, этот червяк, шпуня!» Это теми вот короткими избивчивыми предложениями рассказал про свое несчастье. Потому что они с Викой были друзья. «А кому расскажешь о горе, если не другу?» «И все смеялись?» Сердито спросила Вика. Джонни мрачно шмыгнул носом. «И она смеялась?» Тихо спросила Вика, которая все понимала. Джонни вздохнул так, что под его муштетерской рубашкой разошлись и опять съехались вместе острые лопатки. Вика долго молчала. Джонни тоже. Потом Вика сказала. «Джонни, ты не должен сдаваться. А что делать?» «И правда, что делать?» «Можно десять раз отлупить коварного шпуню. Ну, разве это поможет?» «Батя все равно каждый раз будет смеяться, когда вспомнит, как слетела шляпа и засверкала на всю комнату стриженная Джоннина голова». Джонни скорчился на диване, словно у него заболел живот. «Подожди страдать», — сказала Вика. «Надо что-то придумать». Сама придумать она ничего не смогла и пошла за Серегой Волошиным. Очевидно, по дороге Вика все успела объяснить Сердею. Он, как вошел, сразу сказал. «Ну, чего нос повесил? Ты завтра можешь отыграться». «Как?» — горько спросил Джонни. «Слушай». Они с Викой сели рядом с Джонни, с двух сторон. Джонни слушал. Сначала просто из вежливости, потом с интересом и надеждой. Потом нерешительно ухмыльнулся. «Понял?» — спросил Сердей. «Понял. Согласен?» «Не знаю». «Почему не знаю?» — рассердился Волошин. «Ты муштетер или таракан со шпорами?» «Я не знаю, где такие стихи взять?» — объяснил Джонни. Сердей почему-то смутился. «Ну, стихи. Это, конечно, самое сложное. Ты вечером ко мне зайди. Может быть, что-то проклюнется». «Слушай, ты тут не Dame?» «았�яuna».